Всем здарова, ребят! Добро пожаловать на Властелинголец Модом Энорад. Сегодня у нас 3 на 3 на Удуне, но также котик от подписчика. Играть сегодня будут за Рохан Георг, за Лот Лориен Теоретик. Я, кстати, за кем я смотрю сейчас? А, за Теоретиком. Окей. Он уже куда-то кидал, видимо пропаливал противника своего. И за Арнор играет Баал. С ними в команде. Если вдруг кто не знал, если кинуть Ветер Мановое на крепость противника, то там на несколько секунд можно будет видеть что. То есть таким образом можно узнать, кто ваш противник в начале игры. Все равно вам Ветер не понадобится прям сразу. Против них за Ангмар играет Херт, за Мордор Немо. О, Немо красавчик, с сеточкой строится. На этой карте Саппорт очень плохо сочувствует, у него мало места. И, кстати, выбор Мордора для Саппорта хорошая идея, потому что две дополнительные... По идее, даже три вторичных Эки это то, что надо. Иначе пришлось бы страдать. И за Рохан играет Джерри Дим. Странно, что не на бродах. Мне казалось, что ему очень нравится эта карта, но, видимо, он решил разнообразить немножко свою игру. Такс, такс, видим здесь стандарт. Здесь мы что видим? Ничего мы не видим, барак не ставится. Ставится супер много Эки. Причем в наглую. Эки три он не задефит, если будет раш какой-то. Но Мордор, правда, то же самое делает. Никто не строит бараки. Вот этот чел построил бараки. И этот чел, ну, не построил бараки, но играет войска. Также здесь с одного барака стартует сразу Лукари. Короче, у Бала сразу же мысль о том, что надо дефаться. Он не хочет агрессировать. Он строит лучников. Так, возводится первый барак. Здесь стрельбище поставил. Уже разбежки пошли. И сразу с копейщиками Раша, Тангмар, Хёрд. Конечно, всех не запомнил игроков. Поэтому буду либо говорить по фракции, либо смотреть по ходу действия. Так, не превращает во всадников. Решил пока что таким образом сражаться. Подбежали на перехват. Мордор уже подсуетился. Насчет этого. Кстати, тут построен. По идее, можно было бы выделить саппорту вот эту точку. И здесь в теоретически где-то на 50%. Может даже больше он поставит. Почему бы и нет. Так, некор пошел, видимо, строту палить. Увидел Румелефина. И увидел барак. Так, тут Раш от Крестьян. Оружие забыл. Джерри Ди. Почему он забыл оружие? Потому что он дополнительные пачки ждет. Лады. Мне, кстати, не стоит. А билка очень быстро откатывается. Нам не нужно ее держать. Так, пошел с Бакий. Прожмет отступление. Если будут какие-то проблемы, нормально. Минус одна ферма будет. Ну, медленный, конечно, старт. Но нормальный. Так, а вот Ангмар что-то ждет. Там же конница появилась. Одну пачку он разменял. Неудачно причем. А вот чего он ждал. Ну, нормалек Джерри Ди. Тем временем забирает еще одну ферму. Побежал саппорт. Тут собираются новые крестьяне. Давайте чутка мотнем. До ее сноса. Да, лучше бы, конечно, Арнор сыграл в конницу. Но он сыграл в мольбета. Минус рабочий или нет? Вообще не смотрите на меня. Я не выспался. Минус рабочий. Отлично. Также здесь душит челик. Рохан непонятно чем занимается. Правда, он харасит эку параллельно. Но основная армия у него куда-то бежала. Потом обратно вернулась. И вот получилось, что получилось. Центральный чел, теоретик, пытается саппортить на оба фланга. Но войск у него крайне мало. Такое впечатление, что теоретик чизит. Типа ранее Галадриэль? Че найду? Нет. По какой причине, имея столько эки, он играет в один барак? Аааа, да, он чизит. Практически Галадриэль. Вот практически. Можно было подождать там полминуты. Вот, пожалуйста, это 1000 плюс была бы Галя. Ну, окей. Это, в принципе, это может сыграть в командных. Нет, херовая старота. Откровенно. Но, правда, если нубы играют, то, может, сойдет. Так, тем временем, Хёрд очень даже неплохо пробежался. Три фермы, четыре фермы уже, ладно. Но он очень даже неплохо. Ну и Мордор, в принципе, тоже хорошо провел атаку. Кроме того, продолжает душить Джерри Ди. Никто в конницу не выходит. Вот, если бы он не строил Леголаса, построил второй барак, заспамил бы Лукарями, построил бы Халдер. У него была бы неплохая такая пачка, которая бы быстро отстреливала орков, сохранила бы Эку, и он бы смог бы прибежать еще помочь, например, Кристиан душить. Либо, другой вариант. Хотя, я его не одобряю, одобряю, потому что тут Мордор. Но все же, сделать лосей, саппортнуть лосями, там два-три отряда сделать, и потом копить на Леголаса уже, если прям так хочется его раннего. Ну, в общем, что-то, хотя бы что-то. Так, здесь должен был быть выход в конных лучников, по всей видимости, потому что играть в рейнджеров с обычными Лукарями глупо. Арнор, к сожалению, нубас, он не может контролировать двумя пачками одновременно, и поэтому его войска стоят. Да, жалко, жалко, конечно. Тут он легко мог бы отбиться, но потерял здание. И теперь его душат втроем. Технически, правда, втроем. Пока что Джерри Ди не при делах. Ну и экономика его тоже не при делах, поэтому такое, да. Теоретик накопил какую-то пачку лучников. Пока что. Будет ли кава? О, да. Джерри Ди готовит каву. Как же сочно будет сюда заехать. Хотя копья есть. Но мало пока что. Тем временем, Георг или Джордж отбивает атаку Хёрта. Но не очень успешно. Экономика, конечно, покоцана у него. Что мы видим здесь? Теоретика чуть побольше ферм. И мне кажется, что Джерри Ди уже не сможет здесь затащить. Хотя... А где лучники? Погодите-ка. А, они спрятались. Нифига. А че они так медленно сносили крестьян? Нормальный удар. Окей, одна ключевуха падает. И одна убита в нулину. Может быть, Джерри Ди не так уж и плохо разменялся сейчас. Так, здесь мы видим Гамлинга, который... Вот Георга. Который душит орков. Забыл, кстати. А, вспомнил. И что это будет? Конные лучники. Дротан! А, окей. На секунду сердечко заболело за него. Серьезно. Но он успел. Так, Мордор. Я забыл, кто за Мордор играет. Немо. Продолжает атаки. Баал уже на негативе начал вышки строить. Возле своей базы. Нервы сдают. Крестьяне все продолжают и продолжают ходить. В рейды. И здесь тоже все плохо у верхних. Офигеть. Интересно, они... Я ж не смотрел. Клан тегов я не вижу. Ну, кроме Жейли. Может они из одного клана или в диске сидят? У них именно прям одна тактика. И они весьма слаженно работают. Если они не в диске, то прям... Респект. Очень годно. Обычно в командных игроки не стараются рашить. Потому что... Даже на такой карте. Потому что отбивать легко. Но когда все рашат, то почему бы и нет? Итого. Мы смотрели за теоретиком. Он прокачал второй тир. Джерри Ди, увы, еще не прокачал второй. Баал. Мог бы прокачать, но взял допобилку. Немо. Уже может взять, кстати. Но он, видимо, собирается в дорогой выходить. В призывы. Георг фарманул тоже второй тир. Но, видимо, по прокачке верхние должны выигрывать. Ниже немного войск сливают. Так, Хёрд. А, это... Это этот чел. Я немного туплю. У него тоже есть второй тир практически. Ну и, собственно, все. Так, Джерри Ди атакует. Постепенно у Георга собирается неплохая пачка. Тут третий левел. Надо задуматься уже, как ее убивать. Теоретик потерял барак и потерял большую часть экономики. У него остается две... Нет. Это не ключевая. Она немного покоцана. Я решил, что устояла-то ферма. Нет, нет. Одна ключевуха остается. Он вынужден поставить... Четыре аж вышки! Все деньги потратил. Это фиаско. А тут вместе с крестьянами еще и ангмарцы и мордорцы пришли. Жесть. Барак был разрушен. Три вышки у Баала стоит. У Баала тоже пачка. Более-менее начала уже выглядеть приличненько. Орки еще и рыщут сзади. Ищут халявную эку. Но Лорин сейчас не получится пробить. Ну, в смысле, получится, конечно, но с большими потерями эта крепость будет слишком много убивать солдат. Так, станчик. Тут должен быть антистрах. Хотя его можно не юзать. Но он решает. Окей, нормально. Его можно было не юзать, потому что далековато армия находилась. Стан же недолгий. Там 4-5 секунд. Ну, или там... Может, 10. Они максимум пару залпов бы смогли сделать и все. Это фигня. Мордор рассосался по всей карте тем временем. Эрнорс дает призыв на них и идет помогать теоретику. Ох, эльфы тут нарезают. Сложновато будет пробиваться уже. Так, что мы видим здесь? Под отступлением бежит Георг. По всей видимости, там был колдовской ветер под призрак... Под призраков закинут. Да, верно. Да, верно. Еще одна вышка. Растет. Охренеть. Ну, нужно как-то прекращать это дело. Гвардия поехала. Неплохо. А есть Теоден у него? А он Теодена не качал. Два отряда гвардии. Мне кто-то писал, что я попробовал сыграть в прокачку Теодена. Три отряда гвардии даже. Типа, вообще неплохая острота в командных. Если вам дадут потратить столько денег лишних, это же по сути 3600 скачет. Но надо Теодена взять. Но, к сожалению, Джериди не так играет. А, он решил свичнуться. Окей. Окей. Это любопытно будет сейчас. Если он быстро раскачается до Глориус Чарджа. Даже три отряда гвардии под Глориусом могут очень много фигни натворить всякой. Тем временем, тут есть Теоретик, у которого нет ни одного копейщика. Можно врываться. Мало того, что лучники погибнут, так еще и героев можно будет перебить. Ну, смотрим. Здесь уже практически ничего не осталось. Ну, кто играет? Я забыл. Замордор. Немо. Очень хорошо. Отводит отряды. Макрит. В разных точках карты. Неплохо. Менялищик Ников, наверное. Скорее всего, меняльщик Ников. Так, Георг начал уже чувствовать себя неплохо, кажется. Армия сильная. Я буду сражаться за свой народ. Приготовлю к бою. Джерри Ди Москаву решил сделать. Ой, да. Флаги будут. Флаги есть. Броню надо сделать. Окей. Джерри Ди резко свичнулся в Чизы. Хотя, может и нет. Катапульта едет еще. Там, где армия Арнора. Куда он? Не мог же он ее потерять? Что, маловато ей. Такое впечатление, будто потерял. Ну, хотя там давили они до этого. Ну, может быть. Так, поехала Кава. Смотрим. Копейщиков супер мало. Кавалер... Королевская гвардия вроде неплохо продавила. Ну-ка, ну-ка. Только не говорите мне, что Та... А нет, Тауден жив. Четвертый левел взял. За первую уже стычку. Пятый левел уже. Убили, походу, Румиля. Если вдруг вы не поняли, в чем прикол. Королевская гвардия качает Таудена. У них такой, типа... Фишка такая. То есть, когда они убивают кого-то, Тауден получает дополнительный опыт. Шестой левел взял. Прикольно. Но... Мне кажется, что он не успеет его поднять до максимального уровня. Потому что... Ну, если бы кто-то выигрывал, кто-то проигрывал по одному там игроку в каждой команде. То еще да. А так они все сверху проигрывают. Ну, тут, в принципе, можно продавить. Два отряда метателей. Не так уж и много, в принципе. Он решил отъехать. Ну, да. Тут как бы покоцанный очень. Арнор тут вообще в шоке. Он пытается кучей вышек дефать свои четыре фермы. Жесть. Мордор, вы просто посмотрите. Здесь парочка орков стоит. Но Арнор настолько напуган. Он не может их убить даже. Артейн третий левел. Теоретик разбит практически. Так, если в кого-то топорик там прилетал. Увы, не знаю в кого. Ну, у Рохана пока что по войскам ситуация лучше всех. Но по экономике... Ну... Хотя четыре... Четыре фермы. Причем... Две ключевухи у него есть. Еще две фермы второго левела. Это достижение на самом деле. По сравнению с его тиммейтами. А здесь мы видим апгрейды. И каче у Мордора. Куча лукарей собирается. Так, тут даже осмелел Арнор. Начал вылазки делать. А орки тем временем просто перелезли в другую точку и ныкаются. Этим ребятам весело. У них тут перестрелки, как на Диком Западе. Не доделал флаги и мечи. Странное решение. Клинки добр не делать. Молодые. Хотя тут, в принципе, основная кава здесь это просто мясо. Чтобы королевская от копейщиков не отлетела. Теоретик не построил копия против москавы. Потому что настоящие мужики копейщиков не строят. Настоящие мужики добывают из лошадей кумы с одним своим взглядом. Да, тут немного пожадничал Джерри Ди. Можно было уехать. Река на героев не работает. Так что можно было свалить. Но что-то пошло не так. А, это Георг призвал на помощь. Также станчик прилетел. Я так понимаю, тут подарки. Да, верно. И часть конницы Джерри Ди успешно отваливается. Что же у него осталось? А осталось у него раз, два, три отряда королевской гвардии. Что очень важно. И ноль теоденов. Нет, вру. Восьмой уровень. Ребят, мне кажется, скоро мы увидим Глориус. Как раз тут есть жертва, которую можно продавить. Мордор на расслабончике уже. Он походу не играет. Так, чилит. Джерри Ди тоже. Такое впечатление, что они решили дать возможность своим противникам перегруппироваться и на них напасть. Но Арнор Баал как бы извлек урок из этой ситуации. Понял, что нападение сулит лишь смерть его солдатам. Поэтому он строит вышки, от которой будет разбиваться Рохан. К сожалению, Рохан может построить кучу катапульт. И вышки тут не помогут. А вот этот Рохан наоборот строит свои катапульты. У него есть какой-то план. Так, тем временем, Джерри Ди вновь ведет своих всадников в бой. Теоден, разумеется, на своем конец прям спереди едет. Агрессивочку я бы советовал убрать. Но в любом случае, сейчас будет вжух. Девятый уровень качнул. Десятый самый сложный, кстати. Заметили, как сразу мало опыта начал получать. Но есть возможность еще раз проехаться. Может, треть уровня хотя бы возьмет. Или убить героев. Он решает не рисковать и просто убивает фермы. Вместе с фермерами. Мордор продолжает душить Эку там. Так, начинается стычка. Арнор решил слить своих конных лучников. Они ему просто не нужны. К сожалению, армия у него выглядит крайне слабо. Так, а здесь что? А здесь, по всей видимости, конец. Рохана мы сейчас будем наблюдать. Втроем они в него уваливаются. Приходит Джерри Ди с одним отрядом копейщиков. Это обязательно спасет его от конницы. Блин, есть же два барака. Ну ладно, второй отряд построил. Окей. Так, Ангмар всех застанил. Ох, как же душит. Ключевуху сносит. Где Теоден? Кто-нибудь покажите мне. Вон он. Практически десятый. Ну вот эту снесет и будет десятый. Еще призвать конницу можно. И негрейдженую крепу можно будет слить легко. Так, поехали на Джерри Ди. К сожалению, тиммейт немножечко поднасрал. Ну так, самую малость. Хилку закинул. Вот есть кого давить. Придется ферму сносить все-таки. Прожали отступление. Видимо, испугались конницу. Катапульту можно сносить. На нее отступление не подействовало. Вроде, но вообще на каты не работает отступление. Минус кузница. И дайте я угадаю. Десятый. Зараза. Где же ты там находишься? Ай, блин. Я слепой. Вот ты где. Да, десятый уровень есть. Ну давай, Джерри, давай. По красоте. Давить некого, собственно. У них нет войск. Здесь весь бюджет этого государства ушел на вышки. Обидно. Один Георг пытался сражаться в этой команде. Все страдали херней. Ну, теоретик бы технически, можно сказать, что он пытался сражаться. Типа ранее легалас, собственно. Не зашел. Кату они снесут. Но этих войск, скорее всего, будет достаточно для сноса крепы. Так, есть клинки. Джерри, порадуй. Порадуй меня. Давай. Глориус. Так, кто-то сдает разрыв в облаках. Тем временем, Теоден ловит гигантское количество стрел в лицо. Юзается Глориус Чардж. Ну-ка, по крепости. Сюда можно призвать еще Эркинбранда и прожать еще сотку урона. Это он решает давить последний отряд копейщиков. И легаласа. Помянем. Легаласа. Помянем, возможно, Халдера, но это не точно. Половину копейщиков убили под Глориусом. И оставшаяся половина тоже сейчас умрет. Блин, музыка из-за Нью Уорлда немного стрёмная. Ну все, этот челик проиграл. Этот, собственно, уже давно не играет. Хотя... Ну ладно. Ну типа... Может он берет пример с Теоретика. Ну у Теоретика хотя бы один отряд копейщиков пошел в атаку. Здесь их ноль, к сожалению. Поэтому... Такое... Нет, один был. Ля, погодите-ка. Может надо было под крепостью сидеть этими лучниками? А? Что-то там было. Ну против такого количества кавалерии. Маловато копий. Ладно, я думаю, что больше ничего интересного здесь не произойдет. Давайте промотаем. Да, ребята из верхней команды поняли, что... Им уже не выиграть. И сдались. Всем спасибо за внимание. Большое спасибо всем, кто стал моим спонсором. В описании ролика вы найдете ссылки на скачку этой игры и много чего еще. Чао. Какао.